Приветствую вас. Что касается эмоций, то с ними справляться не нужно. С эмоциями проводится процедура научения правильного выражения, то есть их не надо подавлять, их не надо зажимать, их не нужно, как бы, душить, да, эмоции нужно правильно выражать. Это, в общем и целом, самое главное направление, которое необходимо для того, чтобы вас все получилось. То, что вы говорите, справляться с эмоциями, это означает постоянно подавление. Ну и естественно, что хорошего из этого ничего не будет абсолютно. Вот. То есть, ну, абсолютно ничего хорошего из этого не получится. То есть, скорее всего, кто-то из вашего окружения, да, приучил вас подавлять свои эмоции, ну, просто подавлять их. Вот. И вы их, собственно, и подавляли. Вот. Только, как бы эмоции не подавляли, как эмоции не подавляли, все равно они рано или поздно проявят себя. И проявив себя, эмоции вернутся в сократном объеме. Потому что, если, например, вам не хватает, допустим, скажем, ну, например, признания, допустим, вам не хватает признания, то в этом случае, если вам не хватает признания, то вы так или иначе все равно захотите это получить. Вы все равно будете примиться к этому, к тому, чтобы это получить. И то, что вы недополучаете, то, что вы недополучите, вы все равно будете стремиться восполнить. Как? Ну вот, собственно, через взрывы, через... подобное поведение, через эмоции, через аффективные вспышки, как это иногда называется. Вот. И, собственно говоря, так и будет происходить. А потом вы будете себя обвинять за то, что вот опять, там, ну, я не знаю, в пыли, да, и опять сорвали. То есть нужно здесь увидеть, что стоит за эмоциями, что стоит за ними, какие желания стоят за ними. И учиться их правильно реализовывать. Вот. И тогда у вас... Они просто копиться не будут. Эмоции, я имею в виду. Вот. Может быть, ситуация такова, что у вас негатив копится. Ведь непонятно, про какие эмоции вы говорите. Может быть, негатив копится у вас. Вот просто негатив. И этот негатив, его же нужно выражать, иначе он, накапливаясь, отравляет человека, отравляет его, там, я не знаю, нервную систему, отравляет его здоровье, отравляет его самочувствие. Вот. И тонкость вся в том, что это нельзя, это недопустимо. Вот. Понимаете? Так что, подобную историю, ну, и на меня. Что касается стресса, стресса, то стресс – это угроза. Угроза – это либо неуверенность в себе, либо, значит, ну, какое-то непринятие себя. То есть вы в чем-то неуверенны, а вместо того, чтобы, ну, следовать каким-то правилам, вместо того, чтобы делать так, чтобы вы были уверены, да, вместо этого вы предпочитаете избегать подобных вещей, ну, предпочитая просто вот, ну, не знаю, закрывать на них глаза. Естественно, закрывать глаза не получается, потому что рано или поздно в периодическом ситуации дают о себе знать, вот, в той или иной степени. И, собственно, вы оказываетесь, ну, не очень, не очень приятной для себя история. Так что здесь можно выделить для начала общие критерии стрессов, то есть что заставляет вас их испытывать, что вообще представляет для себя стресс. Далее определить природу тревожности, потому что реакциям человека на стресс является именно тревожность, вот, и либо это защитная, либо это, так сказать, выгодонесущая модель поведения, вот, но ее в любом случае нужно увидеть. То есть зачем, для чего вы как бы снова и снова попадаете в состояние стресса, с какой целью, почему вы не делаете выводов из ситуации, вот. Это вот на меня придет. Соответственно, значит, здесь что? Когнитивная терапия, травматический анализ, может быть, психоанализ немножко. Вот, ну и, на мой взгляд, немножечко гестальта. Вот, это те методы, которые я бы использовал для того, чтобы вам помочь. В зависимости от того, сколько вам лет и сколько вы в этих ситуациях находитесь, потребуется длительность работы. Вот так. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, желаю вам всего самого доброго и удачи. До свидания. До свидания. Продолжение следует...